Здравствуйте, ребята! Меня зовут Сиденко Ирина Евгеньевна, и мы начинаем урок математики. Тема сегодняшнего урока – площадь квадрата и площадь прямоугольника. Работу начнем с повторения. Откройте учебник на странице 216. Внизу страницы находится раздел. Возьмите на заметку. Давайте вспомним, как находится площадь квадрата. Если нам известна сторона квадрата, то, чтобы найти площадь, мы должны умножить смежные стороны. Смежные стороны квадрата имеют одинаковую длину, поэтому площадь квадрата вычисляется по формуле А, умноженная на А. В математике более короткая запись гласит, что можно записать это как А во второй степени. Чтобы найти площадь прямоугольника, мы должны длину умножить на ширину. Длина нашего прямоугольника – L, ширина – А, поэтому площадь прямоугольника вычисляется по формуле L, умноженная на А. Закрепим. Для этого решим задание 6А со страницы 217. По условию задачи нам дана сторона квадрата и равна она 8 сантиметров. Вычислим площадь этого квадрата. Для этого используем формулу. Площадь квадрата равна сторона, возведенная во вторую степень. Подставляем вместо А величину, равную 8 сантиметрам. Вычисляем. Напоминаю, чтобы возвести число во вторую степень, мы умножаем его само на себя. Итак, площадь квадрата равна 8 во второй степени, равна 64 квадратных сантиметра. Решим еще одну задачу. Задание 7А со страницы 217. По условию нужно найти площадь прямоугольника со сторонами равными 6 сантиметров и 10 сантиметров. Пусть длина прямоугольника 10 сантиметров, а ширина 6 сантиметров. Тогда площадь вычисляем по формуле. Площадь прямоугольника, длина умноженную на ширину. Подставляем числовые значения и получаем, что площадь прямоугольника равна 10 умножить на 6. Вычисляем, получаем 60 сантиметров квадратных. Рассмотрим задачу на странице 216. По условию фермер разделил свой участок на две части. Одна имеет форму квадрата, другая – прямоугольника. Меньшая часть занята луком, большая – чесноком. Какая часть засеяна луком, а какая часть засеяна чесноком? На рисунке мы видим квадрат АБЦЖ и прямоугольник ДЕФЖ, а также некоторые измерения. У квадрата сторона равна 8 метров, и можно найти его площадь. Тогда площадь квадрата АБЦЖ равна произведению двух сторон АБ и ВЦ, каждая из которых равна 8 метрам. Тогда площадь квадрата получается равна 64 квадратным метрам. Теперь нам нужно найти площадь прямоугольника ДЕФЖ. Нам нужно выполнить дополнительные вычисления. Нужно найти длину стороны ДЕФЖ. Чтобы ее найти от длины стороны АФ, мы отнимаем длину стороны квадрата АЖ. Но сторона квадрата АЖ равна стороне квадрата ВЦ. Тогда сторона ДЕФЖ вычисляется. Как 16 минус 8 и равна 8 метрам. Для прямоугольника ДЕФЖ мы нашли и длину, и ширину. Вычислен его площадь. Площадь прямоугольника ДЕФЖ равна длина ДЕ, умноженная на ширину ЕФ. Подставляем. Получаем, что нужно 8 умножить на 20. Вычисляем. Получаем 160 квадратных метров. Итак, сравниваем два полученных числа. 160 больше, чем 64. И мы можем ответить на наш вопрос. Итак, луком у нас засеян квадрат, чесноком у нас засеян прямоугольник. Решим задачи практического содержания. Сколько рулонов обоев необходимо, чтобы оклеить стену длиной 7 метров и высотой 4 метра, если длина рулона равна 10 метров, а ширина рулона 0,5 метра. Итак, стена, которую необходимо оклеить, представляет из себя по форме прямоугольник. И мы можем найти площадь этого прямоугольника. Для этого длину 7 метров умножаем на ширину 4 метра. Получается, что площадь стены, которую нужно оклеить, равна 28 квадратным метрам. Рулон обоев, если его развернуть, по форме тоже прямоугольник с длиной 10 метров и шириной 0,5 метра. Найдем площадь обоев в одном рулоне. Для этого 10 умножим на 0,5. Вычисляем и получаем, что площадь обоев в одном рулоне равна 5 квадратным метрам. Теперь необходимо найти количество рулонов для оклейки нашей стены. Для этого площадь стены мы поделим на площадь обоев в одном рулоне, то есть 28 делим на 5. получаем число 5,6 рулонов обоев. По смыслу задачи понятно, что количество рулонов не может быть дробным числом, поэтому в магазине мы будем покупать 6 рулонов обоев. Решим еще одну задачу практического содержания. Необходимо облицевать стену кухни кафелем, если длина стены 4,5 метра, а высота стены 3 метра. Вопрос, хватит ли 20 ящиков кафеля, если одна плитка имеет форму квадрата со стороной 0,15 метра и в одном ящике 30 плиток? Решаем. Итак, стена представляет себя прямоугольник, длина которого 4,5 метра, а ширина 3 метра. Вычислим площадь нашей стены. Для этого 4,5 умножим на 3, получаем 13,5 квадратных метра. Кафельная плитка имеет форму квадрата со стороной 0,15 метра. Чтобы найти площадь одной плитки, мы должны воспользоваться формулой, что площадь квадрата равна стороне квадрата, возведенной во вторую степень. Вычислим площадь одной плитки. Для этого 0,15 возведем во вторую степень. Чтобы это сделать, мы 0,15 умножаем на 0,15. Получаем, что площадь одной плитки 0,225 десятитысячных метров квадратных. Чтобы узнать, сколько плиток нам понадобится, мы площадь стены разделим на площадь одной плитки. Для этого 13,5 делим на 0,225 десятитысячных. Получаем, что нам понадобится 600 кафельных плиток. Для того, чтобы узнать, хватит ли нам этого количества, узнаем, сколько плиток находится в 20 коробках, если в каждой коробке упаковано 30 плиток. Для этого 20 умножаем на 30. Получается 600 плиток в 20 коробках. Ответ. Нам хватит кафельной плитки. Решим еще одну задачу практического содержания. На упаковке семян моркови было указано, что ими можно засеять 60 квадратных метров огорода. Вопрос. Хватит ли семян, если нужно засеять грядку прямоугольной формы длиной 12 метров и шириной 7 метров? Решим эту задачу. Сначала вычислим площадь грядки прямоугольной формы. Для этого длину 12 метров умножим на ширину 7 метров. Получается 84 квадратных метра. Сравним полученное число с тем, что указано на упаковке семян. И получаем, что 84 больше, чем 60. Делаем вывод. Семян нам не хватит. Ребята, сегодня на уроке мы говорили о таких фигурах, как квадрат и прямоугольник. И рассмотрели решение задач по нахождению площадей и этих фигур. Надеюсь, что вы запомнили изученные формулы. Итак, чтобы найти площадь квадрата, нужно длину стороны квадрата возвести во вторую степень. Чтобы найти площадь прямоугольника, нужно длину прямоугольника умножить на ширину. А вот чтобы вы закрепили умение вычислять площадь прямоугольника, рекомендую вам разобрать самостоятельно решение задания номер 2 из учебника на страничке 216. На этом наше занятие заканчивается. Желаем удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин